Добрый день! Слышно ли вы на меня? Посигнальте, пожалуйста. Так, смотрю, вижу. Спасибо. Итак, пожелаем нам хорошего урока, хорошего дня. Давайте вспомним, что мы изучали на прошлом уроке. Ну и, соответственно, будем двигаться дальше. Развитие наше не останавливается. И, надеюсь, вы вместе с не только учителями, но и с теми, кто вас окружает, вы прогрессируете, а не регрессируете, идете, движетесь вперед. Итак, мы с вами на прошлом уроке, напоминаю, занимались изучением тепловых поясов Земли, говорили о температурах и отвечали на некоторые вопросы. Правильными ответами являлось соотношение, да, напоминаю, холодного, жаркого и умеренного пояса вот с теми определениями, которые вы выбирали. Конечно же, пояс, который по обе стороны от экватора, экваториальный, это же арки, да, тот пояс, который расположен за полярным кругом, это холодный пояс, ну и пояса, которые между тропическим и полярными зонами, это умеренный пояс. Мы с вами, говоря, простите, о поясах Земли, переходим плавно к следующему заданию и, соответственно, да, будем обращаться как раз сегодня, опять-таки, касаясь атмосферы, к новым понятиям. Итак, вопрос. Как называется воздушная оболочка, окружающая Землю? Выбираем правильный ответ. В конце урока тоже будем отвечать на вопросы. Суммируем баллы и оцениваем себя. Да, конечно же, это атмосфера. Я думаю, не составило труда ответить на данный вопрос. Воздух мы с вами изучаем. Правильно пишется с буквы А, атмос. И, конечно, да, атмос, воздух, сфера, соответственно, это шарообразная оболочка, сфера. Итак, сегодня, продолжая изучать атмосферу, мы напоминаем друг другу строение, говорим о том, что это достаточно большая оболочка, которая делится на подчасти такие, да, на менее такие, да, части, которые, мы можем сказать, большое состоит из маленького, так и здесь. И мы с вами выделяли уже тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу и экзовнешнюю сферу. Почему, напоминаю, каждый раз, возвращаясь к предыдущему уроку и протягивая такую, да, ниточку знаний, мы с вами переходим к изучению следующего понятия. Вот так, действительно, советский космонавт Герман Титов увидел атмосферу Земли из кабины космического корабля. Ну и, соответственно, мы сегодня, путешествуя по слайдам, которые я вам составила, привожу в пример, соответственно, да, кратеры с поверхности Луны. И мы понимаем, что если бы Земля лишилась атмосферы, то она стала бы такой же, ну, безжизненной, мертвой, как наша с вами спутница Луна, где действительно большие перепады температур. То есть, видите, это подчеркивает и показывает, ребята, значение атмосферы. Те оболочки Земли, которые у нас связаны друг с другом, и в рамках которых мы с вами тоже находимся, это Лито, Атмо, Био и Гидросфера, они, конечно же, да, не только приспособлены для жизни, но и обеспечивают комфортные условия существования. Ну, а теперь уже непосредственно от атмосферы, от вида сверху, мы переходим к новой теме урока. Посмотрите, пожалуйста, по подсчетам Паскаля, ученый, который тоже, да, изучал атмосферу Земли, вот по его подсчетам, Земля, лучше сказать, атмосфера, да, земная атмосфера весит столько же, сколько весил бы медный шар диаметром 10 километров. То есть вот столько, 5 квадриллионов тонн. Представляете себе, как давит воздух вот такой массой. Это мы приходим к тому, что воздух имеет достаточно большую плотность и массу. И тогда, а как же так? Такая масса и не раздавит нас, находящихся на литосфере, в атмосфере, гидросфере живых организмов. Посмотрите, пожалуйста, конечно же, все тела, находящиеся на земной поверхности, на поверхности Земли, и мы в том числе, испытывают давление. Давление вот той толщи воздуха, а иначе говоря, атмосферное давление. И поэтому сегодняшняя тема, то, чем мы с вами будем заниматься, это изучением атмосферного давления. Поэтому можно записать атмосферное давление, и ему будут посвящены не только определения, да, и что это такое, а еще и эксперименты. Поэтому в конце урока вы обязательно ответите на те вопросы, которые я вам предложила, ну и, соответственно, я надеюсь, у нас получатся хорошие результаты. Да, действительно, для космонавтов тоже существует и внутри корабля, кстати, атмосферное давление, а в безвоздушном пространстве для этого используются скафандры, там тоже нагнетается воздух для того, чтобы чувствовал космонавт себя достаточно хорошо и не было вот при взлете, да, таких больших перегрузок, как при действительно взлете ракеты. Итак, атмосферное давление когда было открыто? Что же это такое? Действительно, воздух обладает весом, и вот на данном слайде показан эксперимент, когда из одного запаянного шара откачивают воздух, а в другом воздух остается. И благодаря этому эксперименту убедились, что воздух имеет массу, он имеет вес, ну и, соответственно, эта масса давит на тела, находящиеся в этом воздухе, в воздушном пространстве. В 1646 году эти итальянские ученые, Гаспаро Берти, на фасаде своего дома в Риме, сконструировал, соорудил такую установку, которая показала, что 10 метров водяного столба величина не случайная. Что же это такое? 10 метров заполнено водой. Из данного сосуда, да, можно сказать так, был откачан воздух. Трубочка, которая вставлена в этот сосуд, вторым концом помещена в сосуд с водой. И вот столько воды на уровне 10 метров было закачано, как бы, да, затянуто внутрь этой трубочки. Вопрос, кто же туда эту воду протолкнул, да? Кто затянул эту воду? И, конечно, данный итальянский ученый привел свои аргументы, да, и действительно, правы здесь приводите примеры, и Ярослав в том числе нам говорит, это давление, давление атмосферы, давление воздуха. Совершенно верно. Да, и мы прекрасно понимаем, Георгий, ты нам сигнализируешь о том, что действительно вес очень большой, если мы возьмем вес самого воздуха, ну, а как мы ему противостоим, то мы сейчас с вами разберемся. Мы посмотрели один из экспериментов, а у нас впереди опыт Терричелли, всем известный, и еще один опыт с Магдембургскими полушариями, поэтому сегодня у нас такой вот экспериментальный урок с экспериментом, и мы посмотрим в итоге в конце урока области атмосферного давления на нашей планете Земля. Дело в том, что у нас, вы уже поняли, один урок, конечно же, связан с другим, и следующий урок на следующей неделе будет посвящен ветру, а подойти к ветру не так-то просто. Мы поэтому с вами занимались изучением солнечной радиации, температуры, а сегодня давлением для того, чтобы открыть, приоткрыть дверку уже к третьей теме. Итак, посмотрите, пожалуйста, каковы же определения, что такое атмосферное давление, и какой ученый трудился, помимо предыдущего итальянского ученого, второй итальянский ученый, впервые измеривший уже достаточно точно, если у нас первый ученый, пытаясь доказать существование атмосферного давления, произвел некоторые измерения, но не точно, ни определения не было дано, не точно установил это понятие, то второй ученый, без первого открытия не было, и второго, естественно, измерил уже атмосферное давление, до сих пор мы пользуемся трубкой Торричелли. Торричелли итальянский ученый, который заменил воду в той трубочке, о которой мы говорили на предыдущем эксперименте, 10 метров, на более тяжелую жидкость ртуть. Почему так было произведено? Ну, 10 метров достаточно большая величина, не очень удобно использовать такой измеритель, занимает много места, занимает много пространства. Кроме того, вода в определенных условиях начинает замерзать, и мы с вами понимаем, что если мы установим тот эксперимент, который проводил первый итальянский ученый, то, соответственно, в более таких полярных, да, или холодных широтах, мы уже теперь можем говорить, что это холодные пояса, она просто замерзнет вода. И, кроме того, да, при замерзании вода единственная из жидкости, которая расширяется. Ну и, соответственно, нам будет неправильно показываться атмосферное давление. Да, конечно, кроме того, Ярослав нам пишет о том, что действительно ртуть более тяжелая, это металл, единственный, кстати, жидкий металл. И поэтому она более точно покажет, более четко покажет уровень атмосферного давления, то есть легче определить. Кроме того, у нее ниже температура замерзания, ну и с нагреванием она расширяется, да, и показывает, как и все другие жидкости, кроме воды, показывает более точное, соответственно, да, более точное значение, потому что, видите, вода при замерзании расширяется, артуть как раз при нагревании. Поэтому первый эксперимент, который уже отнесли к научным, выглядел следующим образом. Сосуд с артутью, в который был погружен, была погружена вот такая трубочка с отверстием снизу, как пробирка, да, из нее был откачан воздух, и, соответственно, погрузившись тем концом, который открыт, погружаясь в раствор, вернее, в саму ртуть, мы понимаем, что внутри трубки давление отсутствует, потому что воздуха нет, он откачан, и происходит процесс засасывания ртути, и, видите, ртуть засасывается до нормального уровня. Нормальным уровнем принято считать 760 миллиметров ртутного столба. Опыт был проведен в 17 веке, даже, видите, дается его дата, 1634 год, и начали измерять атмосферное давление. Видите, действительно, с более тяжелой жидкостью ртути уже в 1947 году Тричелли провел серию экспериментов, и в 1964 уже было доказано, что независимо от наклона трубки, вернее, не горизонтально, а вертикально или под наклоном этой трубки, горизонтально, конечно, нам не расположить, иначе будет вытекание, просто в этом смысле, А на самом деле, независимо от уровня или угла наклона, давление остается 760 миллиметров, и мы видим, что давление столба в ртути, ртути в трубке, равно атмосферному давлению. Видите, да, что в данном случае от формы и от наклона не зависит, но, соответственно, мы уже говорим о том, что оно было установлено. А вот теперь такой вопрос Теречелева пустота названия этого эксперимента. Ученый обнаружил, что ртуть тоже не вытекает в чашу из трубки полностью, а только до определенного уровня, да. Почему столбик ртути остается на высоте примерно 76 сантиметров, что соответствует 760 миллиметрам, что меньше высоты водяного столба, во сколько раз, во сколько ртуть тяжелее воды, то есть во сколько раз плотность ртути больше, чем плотность воды. Ну, конечно, да, на этот вопрос можно ответить, посмотрев справочную информацию и увидев разницу в плотности ртути и плотности воды. Над ртутью действительно не пустота, поэтому так назвали, да, Теречелева пустота, а здесь пары ртути. Но ртуть – токсичный металл, и мы с вами понимаем, что, конечно, нужно проводить эксперимент в запаянной колбе или в запаянном сосуде, потому что имеет свойство пары ртути, да, накапливаться и действовать, ну, токсическим путем, то есть угнетая некоторые функции. Поэтому вопрос еще в разнице, да, был, а мы с вами говорим еще и о безопасности. Сейчас применяют немножко другие приборы, мы к ним обязательно перейдем, ну, а я думаю, у вас получилось ответить на этот вопрос, объясняем явление. Вот в данном случае желтым цветом пометили небольшой слой ртути внутри трубки у ее отверстия, и что мы видим? Атмосфера давит на поверхность ртути в чаше, атмосферное давление никто не убирает, да, соответственно, воздух давит, и атмосфера давит на поверхность ртути в чаше, ртуть находится в равновесии, ну, а значит, давление в трубке будет равно атмосферному давлению. Если бы оно было больше атмосферного, то ртуть бы выливалась из трубки в чашу, а если меньше, то поднимается наверх. Поэтому, если откачать воздух из трубки, значит, давление внутри трубочки будет меньше, чем снаружи, и из-за этого происходит засасывание, поэтому поднимается столбик ртути внутрь. Ну, а если наоборот нагнетать в эту трубочку, да, воздух, то, соответственно, нагнетая воздух, мы наоборот будем выдавливать. И такие опыты тоже проделывались. Я думаю, вы знаете, и в быту такие опыты тоже есть. Итак, мы сказали о значении, которое открыл Торичели. Высота столбика составила 760 миллиметров, или 76 сантиметров. И вот такое значение считается нормальным атмосферным давлением. Соответственно, в паскалях у нас эта величина достаточно большая, поэтому все-таки чаще измеряют в миллиметрах тутного столба. Ну, и вы видите, либо уже переводят паскали в более другую единицу, где, соответственно, уже чуть поменьше. Делим на 100, получаем чуть меньшее значение. Для чего мы с вами подробно изучали и опыт, и говорили о давлении атмосферы? Дело в том, что на поверхности Земли бывают разные области давления. Высокое и, соответственно, низкое давление. И оно часто изменяется. Почему такое происходит? Причина изменения атмосферного давления, давайте в них разберемся. Атмосферное давление хоть и постоянно существует, но цифры и значения разные. Ну, дело в том, что не зря мы с вами говорили о солнечной радиации на предыдущем уроке. Вы, наверное, догадались, что температура в разных полюсах, да, и в разных поясах Земли, она разная. На экваторе она гораздо больше, выше, чем северный и южный полюс, и чем области мороза и холода, да. Соответственно, и давление там будет меняться. Давайте подумаем, как. Где же будет, на ваш взгляд, давление больше? В полярных областях или, наоборот, на экваторе? Рассудите, пожалуйста, где будет выше давление? В полярных областях или на экваторе? Будет здорово, если вы поняли, почему. Итак, вижу некоторые ответы. На экваторе давление Георгий и Ярослав, да, почему-то только они у меня вдвоем. О, Тимур подключился, это радует. Так. Почему же на экваторе? Что значит выше атмосфера, да? Атмосфера только. Так. Как это понять? У нас что там? Атмосфера по высоте выше? Так, вот, разъясняйте. Молодцы. Первое, о чем мы говорим, мы с вами говорим о температуре. Итак, на экваторе, ребят, будет жарче, теплее. Безусловно, мы говорили про лучи, которые более под прямым углом больше поглощаются поверхностью земли, чем по касательной полярных областях. Ну, а теперь давайте делать работу над ошибками и думать. Там, где тепло, у нас что будет происходить с воздухом? При нагревании, я сегодня это произносила, у нас будет расширение или сужение. Где будет больше расширяться воздух? Там, где теплее или там, где холоднее? Вот если мы такой эксперимент проведем, а вы, наверное, не раз наблюдали, что при нагревании у нас тела расширяются, да, кроме воды. Я как раз об этом и сказала. Если мы поставим, измеряя температуру, термометр, да, для измерения температуры тела, то при повышении температуры ртуть в термометре у нас тоже повысится, расширится. То есть, при нагревании, рассуждаем, выше действительно, то есть, на экваторе тепло будет расширять газы, которые в атмосфере, а следовательно, ну не до предела же они могут расширяться, они будут эти газы уходить в другие, на другие территории. А вы теперь подумайте, если газ, расширяясь, уходит в другое пространство, где же будет давление-то больше? На экваторе или рядом в пограничных областях с экватором? Мы с вами сейчас рассудили, а вам осталось сделать вывод. Вы правильно сказали, температура выше на экваторе, соответственно, происходит расширение и переход газов атмосферы. Так где же будет давление тогда выше? Исправляйте ошибки. На экваторе у нас газы расширились и переходят на соседние участки, соседняя территория, соседнее пространство. А значит, раз они переходят, то меньше становится давление газов на эту область. И тогда рядом, совершенно верно, только с буквой Я, да, Марк? Рядом будет давление больше, чем на экваторе. Исправляйте свою ошибку. Мы имеем право на ошибку, когда учимся, но, повторюсь, желательно не допускать их уже, когда знаем, да. Соответственно, есть приборы, которые измеряют давление. И, видите, к трубке с артутью прикрепили шкалу, получили прибор для измерения атмосферного давления, ртутный барометр. От греческого баростяжесть, метеоизмеряю. Барометр, измеряю тяжесть. Вот таким образом, да, разные приборы существуют. А вот это другой барометр, не ртутный уже. Мы с вами сказали, что ртуть обладает токсичностью, и поэтому пары ртути, не сама ртуть, а пары ртути опасны. Чтобы избежать того, что ртуть может, да, испаряться, и при нарушении целостности прибора, она может проходить в пространство вокруг. Изобрели такой барометр-анероид. Здесь уже не ртуть, здесь стрелочка прикреплена к специальному выкачанному пространству, где отсутствует воздух. Это может быть и железный, а другого плана, да, какой-то такой, да, пустой, так скажем. Это уже не сосуд, да, пустой какой-то шар. И, соответственно, при выкачивании давление внутри будет меньше, чем снаружи. Этот шар у нас приплющивается, и стрелочка отклоняется. А при нагревании, и наоборот, давление уменьшается, да, то, соответственно, у нас расширяется. И таким образом у нас показывает само давление, давление, то есть показывает уже не обязательно выкачивать воздух, а при нагревании и охлаждении, да, будет разное давление. Поэтому уже менее токсичный, вот барометр, аноероид был создан для измерения давления. Еще один опыт, я сегодня вам говорила, что у нас будет несколько с вами опытов, провел уже немецкий физик, инженер-естествоиспытатель. Значит, Теречелли у нас итальянский физик, это немецкий физик. Его знаменитый опыт с магдербургскими полушариями. Итак, Отто фон Герике работал инженером в армии шведского короля и с конца 30-летней войны в Европе был бургомистром города Магдебурга. И Герике постоянно подчеркивал вот тот характер, который он проводил в своих исследованиях. Эксперимент. Он считал, что действительно эксперимент – это основа научного познания. Действительно так и есть. И размышляя над этим, он опытным путем попытался доказать создание вакуума. Для этого он изобрел воздушный насос. Этот насос откачивал воздух и, соответственно, посмотрите, какой эксперимент ему удалось провести. он взял два железных полушария, соединил друг с другом, просто, да, взял, соединил и, имея отверстие, через это отверстие, выкачал воздух. Соответственно, они были соединены через определенные, да, как прокладка такая, для того, чтобы потом уже можно было и разъединить в том числе. Ну, и откачав воздух, вы теперь прекрасно понимаете, что внутри давление атмосферы отсутствует, а снаружи будет оказывать влияние. И, видите, в 1654 году в присутствии императора Фердинанда III продемонстрировал с помощью этого насоса вот такой опыт с магдебургскими полушариями. Откачав воздух, так плотно соединились эти полушария, что их невозможно было растащить в стороны. Он прикрепляет к этим полушариям, мы здесь видим на данном рисунке, 4 и еще 4-8 пар лошадей. Ну и, соответственно, эти лошади пытаются растащить полушария в разные стороны. И, представляете, тем самым он доказывает, что сила атмосферного давления очень велика и понадобилось 10 пар лошадей, чтобы эти полушария растащить и разъединить. Таким образом было доказано, что действительно атмосферное давление имеет очень большую силу, давит на все поверхности, находящиеся на поверхности Земли. Ну и, соответственно, видите, эксперимент доказал существование, подтвердил существование атмосферного давления. Вот такие три эксперимента мы с вами на картинках рассмотрели и можем сделать вывод. Таким образом, воздух может давить на предметы, воздушная оболочка Земли и атмосфера создаёт давление, равное или эквивалентное давлению 10 метров водяного столба или 760 миллиметров ртутного столба. Поэтому, да, в данном случае мы говорим о том, как же так происходит. На нас-то с вами это тоже давит, да? И почему же нас не так приплющивает к Земле? Что же у нас такое супротив этому давлению? Вот она, развилка сомнений. Когда впервые было открыто атмосферное давление, мы с вами выяснили, я об этом вам напоминаю, 1654 год, да? Опыт Терричеля, мы с вами сказали, состоит с артутной трубочкой, в которой, да, отсутствовала атмосфера и выкачан воздух. И, соответственно, да, поднимается на определенную высоту ртуть за счёт действия атмосферного давления. А именно, это 760 миллиметров ртутного столба. Поэтому единицы измерения давления это миллиметры ртутного столба или паскали. Как называется прибор для измерения атмосферного давления? Их два вида. Один у нас ртутный прибор, да, для измерения давления ртутный барометр, а второй барометр анероид. Но общее название барометр. Я думаю, вы запомнили. Развилку сомнений мы прошли. Ну, а теперь к вам такой вопрос. Давайте посигналим в чате. А вопрос в следующем. Мы сказали, на нас с вами давит атмосферное давление. А можно ли спрятаться, уйти от атмосферного давления, нырнув в воду? Как вы думаете, здесь есть подсказки? Так, можно ли спрятаться от атмосферного давления? Казалось бы, мы перейдем в другую среду. Там воздуха практически нет. Водная среда. Так, мнения разделились. Ага. Многие считают, что нельзя. Тимур говорит, да, можно спрятаться. Так, ну, большинство у нас сигналит, что нельзя. Ну, не могу не согласиться. Не только потому, что большинство, а потому, что вы, наверное, испытывали на себе уже такой эффект. Посмотрите, пожалуйста, атмосферное давление это действительно давление воздуха, давление атмосферы. Но, совершенно верно, на воду же тоже оказывает давление воздух. Поэтому, если мы нырнем в воду, мы будем испытывать еще большее давление. Дело в том, что вода обладает своей плотностью. И воздух обладает. И здесь будет суммарная плотность. И давление будет еще выше. Поэтому с изменением атмосферного давления идет изменение и в гидросфере. И действительно, Михаил, чем глубже и дальше, да, глубже мы погружаемся, тем сильнее давление. То есть мы складываем, да, давление атмосферное и давление гидросферы. И поэтому рыбы, которые существуют неглубоко, они ориентируются на атмосферное давление. Кстати говоря, и рыбаки тоже. Когда меняется атмосферное давление, и оно уменьшается, то рыбки, да, тем самым приплывают или всплывают ближе к поверхности, изменяя и свое давление. на них же тоже оказывается. Соответственно, если давление атмосферное выше и больше, то рыбы погружают, вернее, извините, да, наоборот. То есть если давление атмосферы больше, то рыбки всплывают повыше для того, чтобы, да, уменьшить это давление, потому что в сумме это будет больше. А если наоборот давление атмосферное меньше, то они могут занырнуть поглубже. Вот. Совершенно верно. Видите, даже родители подсказывают. Поэтому мы с вами прекрасно понимаем, что погружаясь на большую глубину, давление, конечно, будет больше. И, ребята, глубоководные рыбы тем самым, они тоже испытывают большее давление, и их организм приспособлен к такому давлению. Мы прекрасно понимаем, что действительно это надо учитывать. и, видите, кто занимается плаванием, синхронным плаванием, это обязательно учитывают. Соответственно, да, и мы с вами понимаем, что чем глубже и дальше погружаемся, тем нужно применять больше защитных устройств, чтобы нас с вами тоже не раздавило. Поэтому это учитывают и акваланги, аквалангисты, да, те, кто погружаются на глубину, ну, и подводные лодки и так далее. Правильный был ответ, можно ли спрятаться? Нет, нельзя. Вопрос номер два. Почему не выливается вода из стеклянной трубки, если на ее поверхность, если ее перевернуть вверх дном, предварительно прикрыв горлышко небольшим листом бумаги? Можно провести такой эксперимент не только с трубочкой, такой эксперимент мы в классе проводили со стаканчиком, и, соответственно, наполняли водой стакан и закрывали листом бумаги этот стакан, да, закрывая листом бумаги, дальше переворачивали и почему-то у нас как будто бы прилипал лист к воде, но смотря сколько воды вы налили. Если налить полную кружку, да, то, наверное, столбик воды, который давит на поверхность листа будет больше и лист упадет, вода выльется. Итак, совершенно верно мне Мирослав сигналит, вода как будто бы будет пытаться внутрь войти. Почему так? Дело в том, что заполняя водой мы вытесняем воздух, и внутри у нас давление становится меньше, чем снаружи, и тогда лист как бы притягивается. Но опять-таки здесь важно не недолить и здесь важно не перелить, то есть в определенном положении, поэтому здесь отмечена высота давления столба воды на лист бумаги с одной стороны, когда оно будет меньше, чем давление атмосферы с другой стороны, тогда лист у нас прилипает и как будто бы даже пытается внутрь попасть. Таким образом устроены многие приборы. Еще один эксперимент, но он уже последовал за опытом Терричеля, уже когда было открыто атмосферное давление. Этот опыт был как раз осуществлен Паскалем, и поэтому можно и в Паскалях измерять атмосферное давление. В 1648 году Паскаль доказал, что меньше стоп воздуха оказывает меньшее давление. Поднимаясь в гору и на высоте горы, как вы думаете, давление будет больше или меньше на большей высоте? Итак, когда мы поднимаемся в горы, то давление первое, говорит Мирослав, конечно же, и Тимур присоединяется, да, и соответственно мы понимаем, что действительно давление на горе, на высоте, на большой высоте будет гораздо меньше, чем у подножья. Помните, мы как-то с вами решали задачи, загадки с изменением температуры, и говорили, что чем выше мы поднимаемся, тем температура становится меньше. Вот с давлением то же самое, аналогично, чем выше мы поднимаемся, тем давление уменьшается. с температуры было понятно, от поверхности земли удаляемся, да, и идет уменьшение. А с давлением получается, во-первых, взаимосвязь с температурой, а во-вторых, у нас идет уменьшение массы воздуха, то есть вся воздушная масса больше сосредоточена у поверхности земли, и толща воздуха больше к поверхности. Ну и соответственно мы видим, да, здесь чем меньше масса воздуха давит, тем соответственно меньше атмосферное давление. И здесь не только по температуре, да, совершенно верно, будет такое противоречие, да, мы сказали, чем выше температура, тем давление меньше, чем ниже температура, тем давление больше, да, но противоречие в чем? Здесь противоречие в температуре, а если мы поднимаемся на высокую гору, температура у нас уменьшается с одной стороны, да, и получается давление должно быть выше, но уменьшается и масса воздуха, потому что воздух больше и толще больше у поверхности земли, и из-за этого, видите, масса превалирует над расширением, над тем, что мы говорили в зависимости от температуры. Ну и таким образом мы с вами понимаем, что Паскаль доказал, что поднимаясь на определенную высоту, с высотой давление и плотность воздуха уменьшается, а значит, раз уменьшается плотность воздуха, то и давление тоже уменьшится. Видите, благодаря тепловому движению и притяжению молекул к земле их распределение в атмосфере неравномерно. При высоте атмосферы вот столько километров, это достаточно большая высота, большой столб, 99% сосредоточено в нижнем слое, поэтому можно сказать, что мы с вами живем на дне воздушного океана. Толща воздуха, конечно, больше у подножия горы, нежели на вершине. Это учитывают при путешествии в верхние слои атмосферы. Видите, нормальное давление нам повторяется, нижние слои в результате действия атмосферы, в результате давления имеют большую плотность воздуха, чем верхние. И поднимаясь на воздушном шаре, поднимаясь на аэростатах, да, это обязательно учитывается. Кстати говоря, разреженность воздуха может изменять, естественно, и внутреннее давление. Помните, мы задали вопрос, а такое сильное давление оказывает воздух на нас? Что же нас не расплющило? Есть обратное давление, внутреннее. Это внутреннее давление в нашем организме. И если мы перемещаемся в другую зону давления, то у нас наше внутреннее или повышается или понижается. Если мы с вами будем подниматься на гору, будет закладывать уши, если мы будем подниматься еще выше в самолете, тоже перепад давления вызывает такую заложенность в ушах, организм начинает компенсировать давление изменения и либо повышает, либо понижает. Вот при поднятии вверх давление атмосферы уменьшается, а организм повышает свое давление, чтобы компенсировать. Ну и, соответственно, наоборот, если давление будет повышаться, иногда мы такое испытываем, нам говорят, сегодня повышенное давление атмосферы, то в организме оно, наоборот, будет понижаться. Видите, каким образом мы приспосабливаемся к внешним условиям. Вы теперь знаете, почему так происходит. Ну и вот доказательства, это уже эксперимент. На небольших высотах каждые 12 метров подъема уменьшают атмосферное давление на 1 миллиметр ртутного столба. Здесь тоже можно решать задачи загадки. И на высоту, какова высота горы, если знать атмосферное давление у подножья и на вершине, да, мы с вами такое проделывали с температурой, повторю. Можно, да, наоборот, решать задачи загадки, когда известно, сам перепад известен атмосферного давления, а какова высота горы. То есть и так, и так, да, или наоборот, знаем на вершине, а какое давление будет у подножья, если мы знаем высоту горы. Потренируемся, порешаем такие задачки. Ну а мы с вами должны установить теперь, что при подъеме на каждые 12 метров давление уменьшается на 1 миллиметр ртутного столба. Ну и теперь, как раз подводя итоги, посмотрите, пожалуйста, на карту. Карта полушарий гласит ответ на тот вопрос, который мы с вами задавали в середине урока. Посмотрите, пожалуйста, где сосредоточено высокое давление. Ну, конечно, это в полярных областях, в зонах мороза, низкой температуры. Там большая плотность воздуха. Соответственно, если здесь высокое давление, то в умеренных широтах более низкое давление. А по отношению к экватору, помните мой пример, да, на экваторе идет расширение газов атмосферы и перетекает в соседние области. Посмотрите, как интересно. В умеренных широтах есть и низкое, и высокое давление, области низкого и высокого. Ближе к тропическому кругу, да, соответственно, повышенное, потому что от экватора к тропикам идет повышение температуры и большая концентрация воздуха и, соответственно, повышенное давление. Если мы двигаемся к полярным областям, значит, на полюсах у нас самое высокое, поэтому рядом, раз к полюсам стекается воздух, рядом пониженное. И вы видите чередование, чередование областей давления. Высокое, низкое, высокое, низкое и так далее. Происходит это потому, что у нас единая атмосфера, беспрерывная, замкнутая атмосфера, ну и, соответственно, распределение идет уже по температурным поясам. Я надеюсь, вы теперь запомнили, что на экваторе у нас более низкое давление, но высокая температура. Соответственно, к вам вопросы. Итак, подскажите, пожалуйста, ответ на первый вопрос. Может ли космонавт набрать жидкость шприц во время полета на космическом корабле? Если в кабине поддерживается нормальное атмосферное давление? Подчеркиваю, а вы постарайтесь рассудить и ответить. Может ли? Понятно, что если космонавт выходит за пределы космического корабля, и там невесомость, то есть отсутствие атмосферы, то, наверное, да, и нет атмосферного давления, и, соответственно, будут совсем другие условия. Так, спасибо. Были правы те, кто сказал «да», конечно. Исправьте неверный ответ, да, и посмотрите, почему. Дело в том, что здесь как раз сказано, если в кабине поддерживается нормальное атмосферное давление, а значит, находясь уже, да, в нормальном атмосферном давлении, как и на земле, мы с вами поршнем выталкиваем воздух из шприца, и поршень у нас, да, выталкивая воздух, сможет потом помочь набрать жидкость путем всасывания, да. Итак, да, это из-за давления. Совершенно верный ответ. Второй к вам вопрос, будьте внимательны. Почему опасно сдавать в багаж при полете на самолете плотно закупоренные стеклянные банки? Вот можно, конечно, сдать в багаж, но, скорее всего, да, мы получим эффект того, что содержимое этой банки пострадает. Конечно, здесь вопрос связан с давлением. При полете на самолете мы поднимаемся в разряженный воздух, а, соответственно, давление будет меньше. Ну, если в кабине соблюдается, и там, где пассажиры соблюдаются, как раз-таки, да, нормальное давление, то есть поддерживается нормальное давление, то ничего с этой банкой не будет. А тут подчеркнуто в багаж, в багаже, конечно, мы иногда получаем багаж и чувствуем там холод и так далее. То есть давление снаружи, получается, будет, наверное, да, если разряженное пространство, то меньше, да, давление снаружи меньше, чем внутри. И жидкость или содержимое может вытечь. И действительно, как будто разорвет изнутри, потому что давление внутри будет больше, чем снаружи. Ну, тут интересные эффекты, потому что еще и температура там ниже, и вот что больше сработает, поэтому лучше, конечно, не сдавать в багаж закупоренные стеклянные банки с содержимыми жидкостями внутри. Третий вопрос. Почему вода из запрокинутой бутылки выливается такими бульками, рывками, а из резиновой грелки специальная, да, такая резиновая грелка вытекает ровной сплошной струйкой? Я думаю, вы не раз пили и, соответственно, чувствовали, да, когда пьешь и затягиваешь внутрь воздух, то происходит такое бульканье. Конечно, здесь воздух проходит внутрь, потому что внутри атмосферное давление отсутствовало, там нет атмосферы. А при вытекании, когда мы начинаем прокидывать бутылочку, происходит вытекание жидкости, и, соответственно, воздух врывается, чтобы увеличить, усилить это давление изнутри, и жидкость легче вытекает. Но резиновая грелка, она более мягкая, нет такой структуры, и там более ровно вытекает, и нет внутри атмосферного давления. Четвертый вопрос. Равно ли давление воздуха внутри тугого надутого резинового мяча, равно ли оно давлению снаружи? Итак, давление внутри и давление снаружи равны или нет? Так, кто-то считает «да», а большинство говорит «нет». Правы те, кто сказали «нет». Поставьте себе еще один балл. Внутри накачиваем надутый мяч, поэтому внутри давление будет больше, иначе, если будет давление больше снаружи, то мячик у нас сдуется наоборот. И когда из внутренней части через резину воздух уходит, то мячик сдувается. Поэтому внутри давление, конечно, больше, если нет никаких разрывов резины, да, то внутри давление больше, чем снаружи. И последний вопрос, это на закрепление. Какое атмосферное давление в экваториальных широтах? Какое? Высокое или низкое? Итак, в экваториальных широтах молодцы, кто ответил «низкое». Мы с вами это объясняли, почему, я надеюсь, вы запомнили, а в полярных оно будет выше. Я благодарю вас за урок, надеюсь, вам понравилось просмотреть эксперименты, хорошо бы в них поучаствовать, да, и попробовать надуть мяч, засосать какую-то жидкость с помощью шприца. Есть еще и присоски, основа которых тоже на атмосферном давлении. Вам хорошего дня, не забудьте про сегодняшнюю тему. Ну а до встречи, будем в следующую субботу разбираться уже с ветром. До свидания.